вам кому я я думаю к вам по какому вопросу хотел кое-чего по информации поделиться и кое-чего показать пройдемте коллегам подойдите сюда где-нибудь шарились да много где шарился сейчас проверим вроде даже не плохо да вроде не фоню детектор бы показал бывшая часть медблока сегодня она выполняла другие функции являясь оплотом науки в этом секторе от нее до основного здания было идти совсем немного и теперь я точно знал где нахожусь но пока следует навести контакты с местными учеными и немного их прощупать штучку одну подобрал может быть заинтересует не знаю но это так к слову ну заходите приносят голыми руками на выходе уже не жильцы не тут хорошего с контейнером кстати большие бабки за него отдал но видно да я на всякий случай уложил листвой листвой так хорошо коллега можете дозиметр принести от охраны хорошо ну вы тут не надо не мусорьте вот там вот видите вот такой черновой столик черт еще и тараканы набежали ужас что ж в этом такое принесли что пришлось перекладывать коллега давайте посмотрим что там у нас фон кажется в доме но так как земля да да так и что и что это по-вашему не знаю может растение какое новое может еще чего вроде бы что-то растительной или экологической среды вроде бы хрупковатый ну я не думаю то что нам такая вид учитывая что он рассыпается так сморчок не прокатил идем дальше так значится это бар вот здесь не известно маляне известной природы детектор не смог ее определить диаметр очень большой очень большой метров пятьдесят детектируется четко но непонятно что он не может определить что это и что вы все эти аномалии прошли и миновали да и никак это на вас не отразилось да вроде нет а дозиметрический контроль да хорошо слушайте вам либо везет либо все таки опыт сказывается нашел несколько пдашников почти сломанных но данный с них снял так и что там на одном я старался подкидывать и подкидывать информацию которая для меня лично была бесполезна но имела одно главное назначение втереться в доверие и увеличивала мою ценность в качестве полевого сотрудника ну конечно можно предложить какую-нибудь какую-нибудь авантюру как вы к этому относитесь смотря что за авантюра озвучьте время такое озвучьте мы подумаем у кое-каких людей украли украшение можно так сказать украшение безделушку безделушка вроде бы со стороны непримечательная что-то там на ней изображено совершенно антопогенной природы то есть на заводе сделано там или мастерской но как-то так получилось что у нее есть какие-то особые специфические свойства вроде бы это что-то типа кулона или что-то такое на цепочке на шее вешается может висеть не на шее я не знаю она железная какая квадратная вроде бы из металла сделана вроде бы на цепочке вешается какая она по форме ну кто-то говорит видел ее на жетон армейский похоже у ученого удалось выяснить что на этом жетоне изображена спутниковая антенна и скорее всего он находится у военных занимательно пробраться к военным обыскать каждого и найти некий жетон ну да ну да задачка на 40 рублей я выходил с угла заметил их там далеко было они не попали по-любому бы выйдя от науки я прямым ходом отправился в основное здание бывшего блокпоста но на хвост мне присел монолит сталкер как говорится ноги кормит и задав стрекача я уже спустя пару минут оказался у нужного здания но счастье было недолгим здание облюбовали бандиты выбор был небогат либо сдаваться фанатикам либо идти на поклон к братве угадайте что я выбрал у бандитов в гостях был и чн и свобода очень удобно можно обменяться парой фраз и немного поделиться инфой и приветствую меня фениксом звать аладдин очень приятно слушай я тут один пдшник нашел информацию с него снял чуть-чуть все что там осталось он вообще разбитый в хлам был у вас есть такая штука купол ну допустим вот короче у него была информация что монолит сейчас хочет выкрадывать эти купола и собирах хочет собрать какую-то мундулу блин которая всем очки любви сделает минуты я уйду тот чей пд был написал что желательно рассказать по группировкам поэтому я понял но судя по всему он уже никому ничего не расскажет пойдем отойдем ну спасибо здравствуйте здорово заебал у тебя чай еще есть пацана так и я пришел поделиться чем могу а чё это детские что ли какие есть счастливо я понимаю какие были какие были мы такие не курим это полторашки может предложить там полторашка стоит у нас маленький наш мальчик есть еще я же принес я же пришел как раз к пухану поблазарить миша если я тебе сейчас все отдам что я пухану принесу блядь согласен я тебе не говорю все он мне отдал от ими дай хоть что-нибудь ну есть рубль а блядь рубль блядь не предлагай дальше вы больше больше давай сигареты ой чё здрасте чё вас так много не было ни кого тут устали блядь это как его стрелять нахуй ну чё есть ладно иди спасибо уговорил благодарю и ты тут куда не пойду везде ты я в секторе в этом не так давно сегодня только вошел поэтому решил потихонечку с маленькими подгонщиками давай раз раз я в свое время в этом секторе работал скажем так давно да это кпп который рядом с вами оно было в свое время еще не зоной ну по крайней мере мы вот ближе пытаемся к лиманску подобраться чем какой-то строгий просчет блин играть с бандосами всегда лотерея но выбирать не приходится а пока я общался со спекулянтом к нам подсел пахан и очень издалека и как бы невзначай начал сподвигать меня на подвиг попасть в карцер к военным и что-то оттуда вынести то что нужно было скинул в карцере ага вот все что он смог дать карту и точку где и что оставил а нам бы это очень интересно было достать попасть в карцер к воякам в принципе теоретически это возможно это самое легкое это самое легкое вариант выйти и притяжу вот вот и это бы очень хотелось бы понимаешь нам нужен такой суицидник который может это реализовать нужно попасть можно туда надо отмычку отправлять расскажи ты сейчас куда собираешься в ближайшее время опять на лапах башни нет скорее всего на карте на карте да охуел ну такое туда возвращаться с деньгами вообще-то как бы оттуда у меня даже у меня даже пожрать не на что не волнуйся будет зарю продаж не-не-не заря нужно самому такая корова а то волонды есть целый день без крошки блянь и без копейки про ботенки возьмешься не возьмешься давай попробуем мысли есть я буду стараться смотри по денежке фишка фишка такая что эта тема стоит 40 рубасов и тут 40 рубасов в эту тему забито что? как я думаю что за тридцатку ну какой-то опытный мог бы и сам возможно за десятку может какую-нибудь отмычку взять я так и думаю подписываешься да еще бы я не подписался что это такое? схром примерно вот вот она база так карцер здесь так в нем скамеечка так и вот где-то вот в этом уголочке в левом ну то есть скамеечка уголочек сел на скамеечку слева под скамеечкой под хуй его знает ну на скамеечке возможно даже если он под скамеечкой закрепил она могла ебнуться давно уже потому что давно лежит схром под скамеечкой просто вот в этом углу ну по крайней мере не было что кто-то нашел почему не нашли? потому что на первичном шмоне не нашли вот он занайкнул вещь как шустр я даже боюсь представить где мы тоже не представляем а если я тебе скажу размер ты даже блять представишь где вот где-то с два пальца это был точно он нет нет вообще диктофон это диктофон да окей господа хорошие там как выброс скоро выброс скоро это хреново итак судьба просто пинками гонит меня снова на кордон но оказаться в лапах военных без документов мне не улыбает совершенно первую задачу с поиском жетона на их хладных телах я отметаю невозможно как по мне а вот достать из карцера диктофон вполне может прокатить но сначала надо попробовать заслать туда отмычку кстати а вот и он я не видел его не знаю ты в бар? да а помню пойдем ну у меня длинная дорога настолько длинная достаточно я через болотного доктора захожу сзади за военными аккуратно через резерве я сейчас не пойти только если через поиску сейчас пойдем и завернем но там военные патрулируют на дороге что может быть нюанс фуф фуф а с военными как? все отбираются ничего не остается слушай дело есть десятку хочешь заработать? ну наверное было бы неплохо потому что ничего нету а поесть поужинать хотелось бы мне кое-что надо достать от военных короче говоря да но для этого нужно к ним попасть подойдешь сдашься я тебе дам даже вещи за которые тебя могут в карцер посадить наркотики что ли? нет патрон найдут патрон я понял десятка десятка сейчас прям когда достанешь я получу мы отнесем это по месту куда нужно и отдам тебе десятку вещь какая ты согласен? согласен эх молодость на что только не пойдешь когда в карманах ветер ну ладно вроде там у него какой-то знакомый может и прокатит плохие новости не захотели они меня в гости? да с этим каменная чаша не вышла пробуем другого хочешь 15 рублей? а что делать? работа тяжкая относительно но скажем так с примесью креатива бля ну давай попробуем что сделать нужно попасть в карцер к военному и выйти ну давай берешься берешься? да плачу только по факту по результату и мне нужно доставить эту бумажку на лабораторию пока у меня есть другие дела и большой группой я туда ночью идти не хочу потому что дорога давай ты к военным заходил? или заходил? проходил проходил скажем так как договорились хорошо или жив цел орел жив цел как бы уходит информация о том что они некоторые из них занимаются подрывой деятельностью спустя час в баре меня подозвал к своему столику военстал из-за солидной барыши дал задачи первое это отторобанить к науке письмо ну это ладно а вот за второе я уцепился всеми руками ему нужно было знать кто из военных стучит свободяем для меня это был шанс попасть на базу к военным используя моего нанимателя как универсальный пропуск а можно тебя попросить тогда раз уж у вас есть контакт ты мне можешь выписать какую-то бумажку да которая позволит мне более да я тебе могу более глубоко с ними общаться просто наше общение с ними будет заключаться руки в гору что в кармонах я могу предложить следующий вариант я тебе могу выписать временный пропуск после выброса мы сходим сходим туда и организуем все добро я с ними поговорю хорошо отлично теперь стоит дождаться окончания выброса и спокойно брать быка за рога вернее брата военсталкера за лычку и спокойно идти к военным а там а там сориентируемся опять ты тут опять ты тут блять живы как видишь блять целы да ну и заебись что ты такой довольный блять сколько ты денег поднял сволочь не богато я только что пол за рогодины по лесу блять все рожа вещал мне подробности своих похождений а я наслаждался моментом атмосфера сталкерского бара во время выброса наверное самое лучшее время для сталкера все радуются что выжили еще один цикл перерождения зоны и никто не знает что ему несет следующее а я вообще попал в замес иду после бандоса науки все классно чисто сквозная на просе домик со сквозной но я думаю что ты обычно так через сквозняк ну ну конечно не пойду а пойду с боку в боку с боку с боку пссс с кэ раз не спряет значит наверное свой блять шар туля иди сюда туля иди сюда туля туля Я думаю, что он не знает. Непонятно. Рома, смотри, снизу штаны, где он носит. А? Монолиз что? Я такой стою, а он на эту сторону. Я такой... Понял. За ухо. Он стоит тихо. Том, том, том. Снова под носом подхожу. А дуванка? Руки вверх. Маш, не видит лицо? Руки вверх. Руки вверх. А, все рожа. Руки подняты. Руки подняты. У меня за спину. Да, пускай ты руки. Меня за спину. Адамись. Веди меня. А? Шу. Я такой... Иду в сторону. Веди меня. Куда-нибудь иди. Да, 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 да. Да, да, да. Я такой, слушаю. У-у-у-у. А ты знаешь, слушай, он тебя, может быть, со своим каким-то скрутал, блять, может он там не один нихуя был. У-у-у. У-у-у. У-у. У-у-у.